Основной вид деятельности, которую мы делаем, пропагандируем, это выставки всероссийские генеалогические, выставки «Обратический стокон», детский конкурс и еще у нас есть часть проектов, которые можно посмотреть на нашем сайте СВРТЭК У нас есть базы по погибшим в 1914 году, причем это погибшие нижних человек, и сделали мы эту базу заблоку до того, как наш террорист озаботился этим, там миллион триста тысяч народу Есть у нас проект Геральника, который посвящен Геральнике, Гербам, составлению, регистрацию у нас есть Есть еще часть других онлайн-проектов, Московское купечество, и один из наших последних проектов, он называется «Марки СВРТЭК» То есть у нас есть такая идея тоже пропагандировать генеалогию, в том числе есть в помощи телотерии Потому что люди нашего возраста хорошо знают, что это такое, собирали все марки в детстве, сейчас это не модно Но мы все через прошли, поэтому продолжение нашей юности и так далее Может быть наши дети уже навряд ли, а внуки может быть тоже к этому придут Поэтому проект «Марки СВРТЭК» посвящен тоже генеалогии, есть у нас серия «Российские генеалоги» Мы выпускаем марки и кометы, посвященные какими-нибудь юбилеям, либо датам смерти, или даже день рождения известного товарища И последнюю серию «14 комет» включает в себя, она посвящена всем нашим предыдущим выставкам Вот 14 выставок мы за это все российские сделали, нервнички Вот можете посмотреть, как это выглядит Обычно мы эти серии продаем, либо онлайн продаем В конце, в конце, в середине декабря будут очередные ежегодные Савеловские священия Исторический музей, которые не знают, приглашают, кто на всех могут прийти И там реализуются наши конверты, наши газеты Можете подойти и посмотреть, сейчас мы скоро начнем уже Да, давайте Везя, коллеги Сегодня очередная наша встреча из нашего проекта «Из жизни наших предков» Встреча у нас сегодня интересная по многим параметрам Во-первых, Николай Иванович Преков издалека Вот, хотя человек уже не сидит в нашей организации Но в Москве бывает очень редко Плюс тема интересная тема, что он поделится опытом написания, издания и создания родословных книг А все мы знаем, что предыдущие, наверное, не могут интенсенсы всех наших исследований Потому что можно сколько угодно работать в архиве Можно сколько угодно потом заносить все данные в компьютер Можно даже задавать анализ ДНК Но реально то, что мы потом показываем, как правило, своим друзьям, гостям, даже детям Каким-то книгам, где все это сконцентрировано Где угланы какие-то черновые, вторичные моменты И поэтому книга является, скажем так, презентационным материалом Который в итоге все стремятся сделать Поэтому представляю снова Николай Иванович Шерлупин Военный в отставке, врач Ну, конечно, военный пенсионер, если мне так больше нравится Ведет в нашей организации несколько проектов Это проект Геральдика Очень интересный труд Смотри, что это такое Проект Война 1914 Проект Война 1914 Ну, а дальше он все располезал Вот Ну, вот мне не бывает Ну, я не военный в отставке, да? Я старший в церкзапасы Это более точный, более важный Стабары У нас в нового вряду 20 лет, как я напишу Ну, я лучший военный врач И гражданин, ну, это так же Бывший военный врач Потом Поставку в Войнарклюз Стал работать гражданским врачом А проработал практически в 19-го века Ну, а сейчас поступим Ну, собственно, на один еще Такое пенсионное, да? Все вы там занимаетесь В том числе и я Транспором, все возможные команды В следующих часов в квартире Погромче, пожалуйста Все мы собираем что-то Я просто никогда не читал никаких лекций Да, никаких лекций не читал Поэтому, может быть, все удобно будет Так что не в десуте Не в десуте Я так же не знаю, да, сходим шутку Может, так? Главное, чтоб сюда звук шут Чтоб слышно было Ну, все мы собираем какую-то информацию Ее... То есть, книга, она разбита на три блоки Видеопрезентация Да, это Собрать материалы Дальше Потом найти тот оптимальный вариант Чтобы Придать ему какую-то определенную структуру Ну, с целью для того, чтобы потом в дальнейшем Устать то же самое книгу, да? Ну, и подготовить целое помешение стоимости Потому что знаем мы все Что Подобного рода книги И здания Они относительно дорогие Особенно, когда они малопиражные А в моем случае Это вообще Семь экземпляров Потому что Такая продукция Она маловостребованная Она особо никому-то и не нужна Кроме там родственников Каких-то близких И... А остальные так смотрят Ну, вроде бы, да, интересно А чужого, постороннего человека Ну, там информация Она такого большесемейного характера Поэтому Не всегда Она может быть интересной Поэтому Вот Три основных блока Следующих 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 Да? Ну Вот Материалы Я в нем не буду оставляться Все профессионалы работают Да? Это кратинка Особенно, источник для информации В моем случае Каждого они свои Но это родственники Так же я Собирал То есть, впервые я задумался Своей родословной В 80-м году У меня В 79-м году С 27-го октября Номер 1 Мой любимый Скажет Который мне много ничего не научил Он инвалид войны Который был Парализованный Семеновид Семеновид Не делать нечего было И тогда На основном я числа И что я знаю Писать Считать И то есть Взрослые Потом документы Которые я там пытался найти Что-то сохранил Что-то нет Вот Потом у ЗАГСы Делал запросы Ну Некоторые ЗАГСы мне отрубили Номер 2 Которые По линии отца У меня Это Ростовская область В частности Семеновидский район Они просто Отписались И все Сказали что Ничего не Архивы У меня уже вывели Позже На эти архивы В основном Благодаря Валерию Ильичу Климову Антону С которым Он меня связал Что-то дело Потом пошло Более оптимальное И более реальное Ну и масса Других источников Информации Клинии Публикации Какие-то Про Историю Одного Из моих Прадедов Я фактически Нашел В статье Которую Делал совершенно Незнакомый мне Человек Разместил На интернет-ресурсах Где Рассказывалось По работе В Ставропольском Государственном архиве Делал Какие-то Выборки В том числе Куда случайно Попала Информация На интернет-ресурсах А так И конечно Намного Больше Но Я в этих делах Не профессионал Поэтому Не могу Вам Более детально И Собственно О чем Я хотел сказать Структура Как ее строить Когда Материал Тетрад Потом компьютеры Появились Листочки Всякие Сканы Все Прочее Масса Была Загнана Туда А дальше Произошла Попытка Как бы Это все Структуровать До Этой Несколько Раз Я Понимал Что-то Там Издать Силами Силами Мне Очень Получалось Красиво Интересно А К этому Варианту Я Ушел Спустя Годы Годы Ориентировочно Года Два Три Назад Уже Присуется Продолжение Это Первый Том Второй Том Он Готовится Дополнение После Издания Этой Нашли Материалы Но Чтобы Книгу Не Переиздавать А В виде Дополнения Продолжение Таким образом По-разному Восходящие Несходящие Робословные Струи Я Взял Все От себя То есть Первый Том Это Собственно Я Собственно Той Том Это Третий Том Это Четвертый Том Это Пятый Том Шестой Том Это Внуки Моих Супруги Моих Внуков И так далее Ну как бы пытался Книгу Таким образом Структурирует Чтобы Задать Эту систему На будущее Будет это Интересно Не будет я конечно же Не могу Прогадать Ну По крайней мере А такую структуру Я захожу Следующая Пожалуйста Ну В начале книги С чего Я начинал Там Это Видно На графическом Примере Да Как Построить Собственно Родословную Схему По разному Строят Развернуты Огромные Схемы Меня Это сильно не устраивало Почему Ну Чтобы Соблюсти Формат В книге Я по принципу Восходящей Родословной Разбил ее Тут Слабо Колечная Беда Неправильная Семья Да И вот У меня Бабка Мама Дедушки Бабушка 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 И от него Так же Дедушек Бабушек Дедушек Бабушек Бабушка Подмечается По такому же Принципу Неправильная Уродская И Детей Они Более Объемная Информация Понименечная Почему Потому что Они Учатся Работают Чего-то Достигают Масса Документов У них Такие Росписи Они вообще Хранят То есть он, мама, папа, дедушка, бабушка, а там даже смотрю, там, первый, смотрю, там, второй и так далее. То есть это вот начало, ну, начало самодельника. Следующий. Ну, еще подождите. А где вы тут? Вот вы где, покажите. А вот они, то есть вот мы проградали, один дед. Вот он, я, мама, это папа, мама, дедушки, бабушки, а он дальше от дедушек и бабушек хранит. Дальше идут вот дед, от него также от папы, мамы, дедушки, бабушки. Потом дедушек и бабушки также перетащили в центр. Вот плохо видно, там, или может там жить, не знаю, не знаю, не знаю. Простите, а сколько персон в вашу телевидение вы нашли? Знаете, по-разному, смотря какая линия. Вот, допустим, по линии... Всего, всего в вашей телевидении. Давайте вы, чтобы не убивать, да, нужно расскажем, потом чуть-чуть. Ну, давайте так, да. Значит, все вокруг, со разные линии. Поэтому я специально, скажем так, не считаю. А так, в общей сложности с дополнениями всяких, которые не вошли. Где-то 550-540 человек. Вот так, конечно. Но не все на сюда вошли. Потому что некоторые вещи, ну, они не прослежены до конца, не отработаны. Это потом может быть положение. Ну, и, собственно, после схем правословных, да, начинается, собственно, с самой книги, допустим, вторая часть ее. Это вот посвящена на вторая часть этой книги. Это вот у нас каждый персоник, о которой что-то было найдено, задокументировано, собрано и так далее. Она строится, я их там схематично там сделал, красивый рамочек себе, шаблон сделал, вот, где на первой странице вот там, там, портрет, если и есть, если не есть, то там никаких портретов. Это фамилия, отчество, женская половина, рода, скобочка Евгеньевича фамилия, вот, если она известна, дата рождения, место рождения, если известно, родители, если известно, источник информации, откуда я взял эту информацию на данный человек. Следующий. Далее на второй страничке, они тоже, сведения про посочетание в лесу и сведения, и в каждом они разные дети, у кого-то один ребенок, у кого-то три-восемь, двенадцать, следующее. Следующая страничка идет, то есть это шаблон, это сведения о местожительстве, то есть по-еслим из какого-то, что люди не сродились, их уже спожили, и покровали там, где они родились, а если обмигрировали, на примере некоторых моих конкреттов, там, ну, очень обширная такая биография, куда они обмигрировали. И далее указывается сведения о смерти, если, скажем, данный человек, ну, это свечи. То есть вот она такая структура. В принципе, похожие структуры, они есть у них у всех, а скажем, следующее. После того, как мы официальную часть завершили, то есть шаблонная, она видит шаблонную отработку, туда просто информация вставляется, и все. Далее идут страницы биографии того или иного человека, они все разные тоже. У кого-то там полстраничек, третий страничек, если вообще какие-то особые средства. Ну, потому что они обширные. Ну, тут вот на прямиле, там, моего Дарьева Ивановича, прадеда, представленная биография. Ну, самая большая биография, я тут ее не представлял, получилась, поскольку страна, на того человека, которого я нашел информацию из своих публикаций. То есть в интернете, то есть вот мой прадед Дмитрий Захарович Архунин, на него вообще, в принципе, нигде официально ничего не нашел, а вот через эти интернет-издания нашел довольно-таки обширный материал. Ну, туда я не забегаю. Пожалуйста, здесь я займу. Ну, в качестве презентации, чтобы на них не могли видеть. Следующий. Затем, вот, то есть после биографии... Затем, после биографии... То есть это тоже структура, шаблон книги. То есть если она занимает автобиографию... Тухихи биографии, я прошу прощения. Автобиография — это самосибирь. Биография, если она занимает там страницу умения, то есть это на одной страничке. Если она обширная, ну, значит, несколько страниц будет подряд, это биография данного человека. Далее идут страницы просто архивной мотивы. То есть то, что я нашел по данному человеку. И они могут быть уже одностраничные, многостраничные, по-разному все. Документы разноцветные, я их так больше по времени формировал, чем по значимости какой-то или еще что-то. То есть если там, допустим, вот из новой книги там выписка есть, там надето, как он пастух помещал, да? Допустим, это в 57-м году. А вот когда он там в 39-м году, то есть в 46-м году там получал, допустим, повторное свидетельство о рождении, ну, значит, оттуда дальше сдвинут. Ну, и так вот, да бесконечно. То есть вот принцип шаблоны следащих. Следующих, пожалуйста. Ну, это тот материал, который получил, что-то в даче, что-то наглядь, следующее, я не могу сказать. Для наглядности показываю. То есть какие документы находились. Следующие. Еще следующее. Ну, и завершает каждый итог, где-то послесловие я там, то есть как бы пытаюсь подвести итог, кто это сделал, через чего это сделано, через кого это сделано. Ну, как бы, так на слова в облашении, просто начали наблюдать. Много людей принимало, издания такие, я имею в виду, опосреду. Чтобы найти этот материал, мне помогали люди. Моя мама, которая часто могла венчу, я уже забыл. Бабушка, которую я застал в правом уме, в твердой памяти, она в 98-м году умерла. Тоже, да, мог, что-то было, но ничего не было. Сестра моя, которая в воле судьбы попала в администрацию в Ростовской области и в сельскую администрацию в Тавомовске. Это то село Кресты, где, откуда, собственно, мои линии по линии отца, то есть мои пенки по линии отца. И частично тоже документы, какие-то основания, какие-то, прошу прощения, мы еще потом есть. Ничего не осталось. Потом, когда дело дошло до архивов, Позвалиев Леонидович помогал мне, ну, как он мне, он мне наносил очень толпового, грамотного человека, потому что корни на Воронежском, в основном, и Харьковском. То есть Харьковской губернии, Свороневской губернии, часть здесь еще из Ставопольской губернии, ну, там такой кусочек он прошел, а все основное, и там Антон Климен у нас есть, тоже у нас СРНТ-шин, где у нас не поможет, ну, он активно мне помогал, когда не было этих, то есть ЛАД, архивов, там, электронных, вот, Астрокавский архив, ну, там, вот там, Киндовилов мне помогал, а Уварова там, кто-то, какие-то другие, которые, ну, а то есть там, это, естественно, мне-то, с вами допуждать, но, по большому счету, почему, это даже не те люди, которые сидят там, и за определенные там люди, ну, делают какие-то вот, поиски, документы, а, это люди, которые, ну, там, не эмоции, там, не искали себе что-то, ну, походу, вот, и им нет. Ну, и плюс, вот, вот, в самой книге, вот, где фотографии, тут, портреты, так называемые, да, так ставим, чем они древнее, тем менее некачественные, потому что, вот, до военной фотографии, они очень плохо сохранились, если не знаю почему, то ли меценит, или, то нет, и, одна девушка, которую я нашу, аж в Мелосибирске, через интернет, как все же, поиск, да, она мне выставила, у нас фотография, они бы получились достаточно качественные, не дачные, и все, это вот те люди, которые, вот здесь, отражены, посвящены, в этом, первом, дальше, все еще. Стандартный, алфавитный указатель, всех, тех, моих товарищей, которые имеют, отношение к моему рождению, на этот, в России, вот, там, перечислены, все, вот, в этом, в этом, в этом, следующем, вот, и в своем случае я там еще включил геральтические дела, вот он, это особо, как был, так, где разрабатывал давным-давно, еще в 90-м году, познакомился с неопокойным сметаником, Игорьин Станиславовичем, переписывался с ним долго, это основатель нашей современной гражданской геральтики, который, к сожалению, в прошлом году он не скончался, там, в сердечном диске, пришел, по-другому, ты молодой человек, у меня больше 60-х не может, вот, и, заинтересовало это, ну, решил, так сказать, маней величины, чтобы породил нашел, себе герцель, там, долго рисовал, там, наилл ему этих делах, был не разбирался, вот, но все-таки его создал, потом, мне его, это все работали, его арбитажные, и дырковые, и унесли, потом, спустя годы, когда я это все переслился, я его, конечно, переделал, за там, в бюджете очень часто, я, в числе, ну, и, благодаря, так сказать, нашему президенту, да, в этом были представлены награды за проект Первой мировой войны, и, в языках и Дмитрия Владимировича награды на Родина, легальные потом появились, там, личные варианты, ну, поэтому я тоже сюда включил, но это, как бы, отдельный графой, отдельный, как бы, вопрос, дальше. Ну, вот так она, внешняя, что я, я почему-то здесь поставил вот обложечку, книга, она вещь очень затратная, дальше пойдет, как раз, в следующие слова, собственно, о том, о чем я хотел вначале начать, а потом не нужно, это поведет, это затратная вещь, для типографии, надо очень много знать, я только впервые осознал, когда издавали друг друга, на СВАРТ, потому что я там сидел, с Александром, в описании, Валерий мне там периодически бомбил свои замечания, ругались мы там с ним, так, интеллигентно, вот, до истерик иногда, друг друга не всегда понимая, то, что там надо было все эти миллиметры, сантиметры, так, выиграть, знаете, какие-то все загибы, отгибы там, форзации, прочие вещи, мы, 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 не знаем, не понимаем, вот, а это все, когда столкнулся, когда это было сделано, ну, безнадверг, уже, когда я вписал свои книги, мне только надо было внедрить в толпкость, потому что, вот, объем этой книжечки, которая тут где-то, вот, лежит, да, она где-то раза два, наверно, толще, чем вербовник, а с вальтошка, она маленький вообще тиражок, вербовник, он немножечко побольше, изгон тиражок, а здесь вообще 7 экземпляров, то есть, это супер дорогой искус, для хипографии, я вот этим максимально готовил, сам своими ручками, это да, вот вербовник, а книжечка, она смоящая, где, да, а вот она книжечка, то есть, ну, видите, разница есть, да, но основа, вот, 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 на этой книге опробленная, опробленная, а стоимость, они примерно одинаковая вышла, хотя этот тираж намного больше, а это меньше, в 3000 рублей она обошла, в каждой экземпляр, причем, здесь 4 варианта обложек, то есть, это обложка для мамы, обложка для моих сестер, и обложка для меня и моих самолетов, то есть, это тоже, как бы, уносит стоимость продукции, на дополнительные финансы, и при всем при этом, издавали ее в стартокольственные издания, издательства, в типографии есть, в районе, там, лучший кинотеатр Экран, сейчас там ничего нет, в стоянке, там, недалеко гостиница, там, кассы, тоже там, да, знаешь, поэтому, я ее максимально делал сам, и вот дальше, следующее, а, например, тут еще один нюансик, я хотел, сюда загнал, последний момент, да, это вот документы, я еще немножечко взлетаюсь, ну, люблю отрисовывать, не копировать, как это правильно выразить, но это не хорошее мононичество, короче, создавать те документы, художественный образ документов, которые есть исторически, реальным, инструкции старинных документов, да, 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 вот на примере, вот свидетельство о рождении моего отца, которое затертое, запрызганное, порванное, склеенное там, всякими бумажечками, а дальше, вот следующий слайд, следующий, да, вот я это все воссоздал, будет написано, видите, тут есть такая полосочка, будет написано, это не пакет, а это, прошу прощения, то есть я их вот воссоздал, то есть для того, чтобы воссоздать, надо было изменить, не просто вот бумажку взять, да, шрифты, узоры, вот эти все, размеры, как было ископаться, ну, следующий, там просто несколько документов, да, причем они иногда, документы немножко отличались, причем они, потому что было 30-ти, мальдивого года, они были такие, вот там, с 36-го до 36-го, другое, не так, с 21-го года, другое, так же, как было доставление, да, где-то у обоих мальдитов, они воевали в Савенграде, один дед потом пошел, прошел в фюрик, в туристическую войну, пошел в заправе, а второй, он получил глубокую инвалидность, и был комиссион, через год, после того, что он на КПС, и в 10-ти награды, ну а сама бумажечка, документы, реликвы, она, ну, уже тряп, которая была где-то, вот он и я их представил, а потом так вот и представлял, там себе тоже книжечку, такой, презентабельный образец, кому-то это нужно, кому-то нет, но я не себя считал, что некому, следующее, ну, это не подобное, это вот выписки, из метрика, тут я поставил, то есть марки, которые есть, я говорю, марки, которые клеили, с новыми, и я их тоже реставрюлю, это вот подлинники, а это вот реставрюционная марка, ну, один-в-один, скажем, она еще не отличается, вот там написи, потом, что это не подделка, а копия, обык, дальше, вот такие же награды тоже, но это я смотрел, это в свой закон о Российской империи, на какие-то там наградные документы, какие-то следующие, и это вот подробная книжка тоже, времен Российской империи, в интернете очень разрозненная информация, это типа, конечно, или где-то пришлось, где-то, где-то полгода, если сказать, причем очень много вариантов, не пустого покатания, то есть проходил какой-то год определенный, да, и менялось законодательство, менялся образец вас, протеку, что-то убиралось, там маркетинговые, всякие, потом убирались, они только следующие, ну, это как пустообразец, что как можно красиво оформить документ, который у вас сохранился, неприятный момент, только чистотишки. И, собственно, последний блок, да, с которого я вначале хотел начать, но потом меня поправили, и как бы завершающая часть, то есть, что такое вот самому сесть и вздать книгу, типографию тебе напечатать, но для того, чтобы напечатать это все, она либо тебе это все сформирует сама, и возьмет за это определенные, так сказать, денежки, российские рубли, там, или американские, либо, или же, надо немножко это не понимать, и сделать максимально все самому, что потом в дальнейшем просто позволяет удешевить ту печатную продукцию, которую там она не будет. Ну, тут так вот, чисто, много больше слов, чем картина, да? Ну, во-первых, надо понимать, что, когда книга формируется, она формируется в виде тетради, блоков. Принято там два варианта, это шестнадцатистраничные и тридцати двустраничные. Ну, идеал, это шестнадцатистраничные книжечки, которые тетради, потом сшиваются, то есть вот этот типографский лист, он разбивается на шестнадцать страниц. Можно в тридцатьде проще готовить потом для типографии меньше путаницы с этими цифрами, переставлять их, там же надо менять, все прочее, я, да, за основу тридцатьдестраничных типографий. Ну, и, как я уже сказал, что это все было взято, но вот такие вот, где уголники, которые вы купили. После того, как это все было подготовлено, вот эти парадочки, надо было задать формат, то есть какой я формат хочу. И взял стандартный, потому что опыт был на применении грибов, где-то А4. Вот его и сказал, хотя и много вариантов тоже. И, исходя из этого, начал потом дальше изучать всякие там корешки, розоставы, зонтины, следующие. И так далее, то есть собственно, с чего книга она состоит, где на ней в книгах зацикливаются, кому надо, это потом можно взять, посмотреть, это вот собственно книжный блок, вот из тетради со стороны, вот, там крышки переплетливаются, из тетради, там, форзарцы, токталы, полосочки, леточки, все это надо было понимать, заставы, расставы, и так далее, и так далее, и так далее. Следующее. Тут она просто расписана так, чтобы понимать, какие терминологии, да, что такое форзар, что такое решетка, токталы, тоже не буду читать, чтобы не отнимать ваши руки, тогда потом, если хотите, можете сменить следующее, вот, там, шпатцы, сетсталы, все так вот схематично, вот, все, следующее, ну, и вот это все так вот еще, когда она развернута в листе, когда обложка готовится, так оно должно выглядеть, потому что сам лист обложки, он должен быть больше, размера книги, все понимают, так же? Иначе она... Вы не пугайте людей, и вот, санемчики все не надо, на самом деле, не, да, это чисто обложка, не пугается, если делать самому, то надо. Да, если самому, то да. Следующее. Да, не пугайте. А вот это все, вот он, когда упил, видишь, да, вот рабочий, видишь, вот эти всякие, шпришки, рисунки, линии, то есть, чтобы выглядеть, здесь, эту миллиметровочку, иначе, обложка ваша не совпадет с объемом книги, а еще, если забываем бумагу, бумага по площади разная, бывает, 80, 160, это как раз, следующий, следующий, ну, это все из-за того, ну, все, дальше формат 3, я взял А4, поэтому не будем раскладываться, а так и несколько вариантов, там, А5, немного, можно даже А3 делать, фолианты такие огромные, типография, любой вам вариант запечатки, какой вы зададите изначально, но под этих вариантов, тогда надо потом думать, какая будет обложечка, и корешок там, потому что, если обложка с корешком, если все упадет, то все ваши, так сказать, потуги на фоне красоты, фолиантов этих, таких, там, увлезают, они просто полетят в черт, ты прошу прощения, или ничего красивого не получится, следующий, вот, поэтому тут кратенько, там, 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 А6, там, 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 а, А4, и расчет на А4, указан, то есть, можно потом, если кто-то, скажу, выйдите из-за столбан, просто, вы любите, растянитесь, а, нет, да, в следующем, вот, про полосы я вам рассказал, да, про днем тоже рассказал, про корешки, собственно, корешки, чем толще, то следующее, но это все отписывается в следующем, просто описывается бумага какая была, я, не хочу написать следующем еще, вот, корешок, то есть книжечка, когда мы ее сделали, да, она бывает тоненькая и толстенькая, чтобы мы это все понимаем, вот, для тоненьких книжечек, ну, то есть небольших объемов, да, ну, допустим, где-то до 300 и 100, насколько я там помню, да, до 300 страниц, прошу замечать, 150 и 100, да, ну, можно делать корешок, да, прям, вот как здесь представлено слева, она, этот корешок держит, эта книга, она не распадается, не разваливается, ну, и более-менее при длительном отзыве, то есть кто-то там читает, ахает, смотрит, листает, ну, корешок сохраняет свою точку, если книга, более 300 страниц у нас получилась, уже бессмысленно делать прямо корешок, она вас остается, рано или поздно она развалится, поэтому принятые фотографии, вот такие глухие корешок, чтобы я их тоже показал, следующее, еще следующее, ну, требования в плане блока, не знаю, тоже, мне кажется, так кратенько только скажу, да, когда вы это все сделали, есть специальная программа, как книжка, это затратно, надо немножечко соображать в этих программах, основная масса нас, включая меня, ну, не совсем, может быть, даже, я лично не хотел даваться в слишком тонкие подробности кипоградского дела, я пошел по тому пути, который они тоже, ну, не то, что приветствуют, ну, непротие, это ПДФ-танк, то есть, вы когда все это сделали, надо все это перегнать в ПДФ-танк, вот, это просто, ничего там такого сложного нет, потому что в других типах программ, там, Порумы, там, фотошоп и все прочее, они тут все не трепленные, вот, потому что им, значит, надо это все заново перегнать, а ПДФ-танк это готовый уже источник страничка, который позволяет им сразу же пускать дело в образование, поэтому это тоже надо понимать, и качество изображения должно быть не менее 300D3, там есть, так сказать, пиксельные эти сетелы, 300D3, то есть, 150D3, ну, качество будет не очень красивое, книжечка, особенно, когда у нас цветные фотографии, документы, не хочется аж резкости, все прочее, то есть, это тоже надо, как бы, знать про него, да, а остальное, это, как бы, вторичная информация, там, сама книга, когда вы ее изготовили, она должна содержать в себе несколько обуви и файлов, да, то есть, первый файл, отдельный, это, собственно, обложка, парзат, которая, им отдельно представляется, потому что у них размер, она совершенно другая, она не совпадает с листиками, которые пышечки, и второй файл, данный файл файлов, ну, или папочка, да, это, собственно, файл с самой книги, где все там выбрано, допустим, в данном случае, подачи, ну, все, все-таки, два набора есть, отлично, если два набора нет, ну, вас просто не придут, либо сами доработают, либо вернут вам, скажут, извините, вы не добудете, то есть, вот этот нюанс тоже надо, как бы, понимать, следующий, и все, ну, вот, подложку, я уже объяснил, и уже на период, следующий, блок, это тоже, я вам сказал, следующий, сторонки, это понятно, там, загибы, всякие, отгибы, то есть, вы, когда готовите, это больше, обложка, когда вы готовите обложку, я, надо же завернуть, плюс, вы же будете, когда клюбру раскрывать, она же, при этом, будет, как бы, пространство тоже, видоизменяется, поэтому, надо тоже, какие-то нюансы, нюансы, либо, глубокость, и тоже, можно понимать, там, наставы, вот эти, сабилии всякие, там, 2 миллиметра, где-то больше, где-то там, 0,5 миллиметра, то есть, сантиметра, то есть, все зависит от объема, вашей клюки, но расчетные коблицы, они все приспичны, потом, можно высчитать, это все, и самим, самостоятельно, это много, туда, туда вас, там, не зовет, тогда, там, следующее, вот, ну, и форматы блока, вот они расписаны, да, то есть, вот, блок у вас, допустим, вот такой-то, вот, под него форзац, вот такой-то, там, ну, нахзац, там, что-то, ну, это обратная сторона, форзац, форзац, это вот такая красивая бумажечка, там, вот, если вот это открыть, сразу после обложки, да-да-да-да, вот это есть, такая красивая, там, черно-какинь, туда-да, белая бумажечка, далее, следующая, ну, здесь, еще, как бы, я, более официальности, официоза, ну, указано, что обычно размещается на обложке, на корешке, на первой странице, на четвертой странице, и так далее, например, следующая, ну, вот, подзагалок, ну, вот, допустим, первая страница, что там перерывается, ну, вы все знаем, там, имя автора, там, или автора, да, количество авторов, там, если там их очень много, ну, обычно, там, не более, трех они рекомендуют, если официальное название, то, учреждение официальное, там, если целая серия, то, значит, название марки серии, ну, и, кстати, там, по-своему, смотрели, внизу, обычно, вельея, там, указывают, там, и с СССР, там, и свои, и с КССР, и с КССР, и следующее, вот, ну, и далее все зависит еще от толщиной книги, это уже про корешок, если корешок достаточно мощный, да, то есть, там, у нас минимум 200-300-500, у меня 544 страницы, вот, то корешок позволяет там что-то красиво тоже нарисовать, вот, либо программировать название книги этой, либо указать там дом, либо какой-то рисунок принесет, чем дольше корешок, мы войдем к книге, то, естественно, туда массу из прогноза, не пойдет. Ну, у нас время, я сейчас хочу, чтобы не закончили, а лучше рассказать, то, чего мы в программе, не знаю, не делали, то, что мы не читаем, лучше, чтобы иметься собственного опыта, во-первых, реальный, конкретный, какой шрифт, сначала, какой программ, в год, в год, в год, то есть, вот, ступенчики шаги, более интересные, вот, последняя страница, я расскажу, вот, собственно, вот, ну, на четвертой странице, там, обычно, у нас, тоже, либо турбируется название книги, а основа там типографские тела, то есть, они там указывают, там, типография такая-то, и так далее, там, по-моему, иногда, могут еще сделать по типу алфавита, для выставки образца, да, ну, всякого рода книги сделать, чтобы удобно искать, если вы допустите, вы сделали в формате алфавита, и так далее, и так далее, тоже, следующее, ну, и все, вот, в принципе, может быть, немножко зуббурно, но я, в первые такие вещи, пытаюсь озвучить, вам аудиторию, вот, так, вот, так, теперь, дальше. Текстовую часть в какой программе брали? В Морге. Какой шрифт брали? Брал фаштрифт 12, для заголовка 18. И в этом формате, если шрифтовал, давали фотографию? Да, да. Лист сразу брали, а четвертый его форматировали? Да. То есть он выходил готовый форматированный лист для отвечать? Да. Те картинки, которые там текста продамал, есть картинки, которые приближаются с тем? Есть заголовки. Заголовки более крупным шрифтом. Я тебя спрашиваю. А может, когда вставляется текст, в каком-то периоде в ФДФ начинает плить? Каким-то решались случаи? Да, это было у нас на примере, когда на Гирбог входит. Вот. Что вот, когда начинаешь что-то, потом куда-то что-то дополнительное вставлять, это все начинает плить. Вот Сан Саныч, он даже направлял, что-то находил странички, я помню, что вот здесь у нас что-то так перескочило, что-то там никуда полезло, и мы потом долго доделали. Я делал по-другому. Вот. Почему? Потому что, ну, тут не секрет, я там занимаюсь геральгикой, да, и у своих гирбы. Ну, в связи с тем, что я очень старый древний мужик, как про меня старшая внучка говорит, что я, ты сам, жил во времена динозавров, ну, вот, и не верят, что я, типа, их не видел, да. Ну, то есть у меня набор инструментов, ну, немножко примитивный. То есть я в одно время пытался пойти через программы, которые, есть редакторы для них, куда можно вставлять и текст, и рисунки, и все прочее. Я их читал, 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 несколько месяцев читал, запутался. Потом мне Калёнов Денис там вносил вариант, более простой, когда он себе там что-то делал. Это один из, он не членов, это один из активных участников проекта, который мы не знаем. Вот. Тоже читал, тоже ничего не делал. Для себя понял, что это слишком долго, нудно, и мне надо все мочать замуж. Мне еще, будучи, младший сын, он у меня такой четвертый, нудный, длиннее, чем я. Вот. Единственный человек в нашей семье, который может любую вещь объяснить любому другому. Старшего сына на меня терпение не хватает, потому что у нас короткий такой немножко прямой, и все. У него не хватает на меня терпения. Дочка, ну, девочка, кажется, у него там свои креоритеты, это же. А младший, он очень терпелит. Он может тебе сто тысяч раз повторить одно и то. Если понял, что тут, ну, тут много ключей не понял. И причем это делать методично, спокойно, без неравокрутки, без ничего. Он меня научил работать в паташопе. Когда был, ну, где-то семиклассник. Он только тогда начинал, а все получил. Ну, довольно-таки интересная вещь. Вот. С моей паташопией. Скоро я так и не научился. Я на нем пробовал. Ну, пролитивно. А там меня все осталось. Там, в принципе, масса вещей, которые нужно делать. Ну, даже и текст можно сделать. Поэтому текст у меня, ну, твоего нету на крышке. Текст у меня отдельно подготовлен был. Картинки подготовлены тоже паточка. Шаблон я сделал для... Ну, так же, в принципе, и термолог. Тот же самый принцип. Картинки шли отдельно, право предпечатать? Нет, они все были обмогованы. Это же понятно. А когда давали напечатать? Они уже готовы... Нет, нет. Именно готовые листы. Я же понимаю, готовые листы. Листы были для готового пакета, или для отдельных паркет листов. Картинки отдельно, паркет листов. Нет, нет, нет. Именно готовые для печатки. С текстом не совсем. Но это сделал через примитив, но очень хорошо получилось. Через 100%. Так каждый лист один ушел, или... Каждый лист, в принципе, дай один. Да. Там есть программы, которые... А какие-то фотошопы выдавали, или жилый год вставляли? Гордовские. 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 Которые мы все проверяли. Там Ирина свою часть. А здесь я сам себя... Нет, здесь меня корректор проверял знакомый. Дочке просто есть в редакции знакомая девушка, с которой я был давным. Она все это перепроверила. После того, как она перепроверила этот текст, я его просто вставил. Моё дело именно в фотошопе, если я объясню. Фотошопе и делал картинки. И текст туда вставил. И туда же вставил текст. Ну и потом все свои... Приправленный период делал. Кудрил, вставил, вставил человек, но он вставил фотошоп. Да. А ворд тогда при чем? А ворд для того, чтобы текст перепроверили. Прямка проще в вордовском редакторе. Намного проще. Понимаете? Чем вы загоните текст в фотошопный файл этот. И вы детали его что-то направили. Вы там так направили? Конечно, пытались. Когда ошибки потом создали, что там находили. Еще кто-то находил. Вот. Ирина мне делала замечание, когда вот центровка текста не находила. А потом же. Это пришло с опытом, когда уже начали делать этот гербонг. То есть я учился на гербонгах. То есть вы печальный листик сдавали ли с фотошопа? Да. С фотошопа я не сдавал. Я перегонял. ПДР. А это что? Фотошоп. Да. Оригинал фотошопа. Быстро, удобно, практично. Мне так. Непросто это. А? Непросто это. Ну я минимальное время затратил, если бы я пошел в фотометрики. Хотя я не отрицаю. Просто, может быть, более гранатый человек, он бы, конечно, сделал это и в редакторе, который специально существует. И в дизайне. Ну зато тут все сделано как мне хотелось. Понимаете? Соблюдаю все эти отступы. Каташки спешиваются. Тоже как фотошопы. Все это было шаблонный дел. Я просто туда вставил. То есть я сделал шаблон, который я вам показывал в начале. Вот. Готовый шаблон в фотошопе. Туда просто вставлял картиночки. Которые я выбирал там по своему принципу. И текст, который уже перепровели. Вверху не можешь? Все просто копируешь и вставляешь. В фотошопном тексте у вас были какие-то привязочные метки, да? А там есть... Я говорю, по сетке стоит. Там по сетке что ставится и все. Там ничего такого сложного нет. Ну не знаю. Мне показалось это простым. Если бы я, конечно, занялся изучением, но может быть из-за моего возраста, может быть из-за моего явления, может быть из-за моего недоимания. Я просто не стал даваться от этого чисто полноценного китографского редактора, который готовит. И они есть. Я же говорю, я их изучал, пытался, но я так и не понял. Там надо отдельно картинку им, отдельно цвет. Потом как-то это все задавали. Я запутался. Да, понятно, что я это понимал. Но сам механизм, он мне не совсем был понятным. Если бы кто-то практически мне это показал, пусть я посел рядышком, ну поселок лет, да? Может быть я тогда был более так качественным. Так мне не получалось. Того, что я хотел на буду. Получалось немножко какое-то другое, непонятное. Потом, когда потом что-то было думать, еще додумываю. А мне это никакие, скажи. Что-то я пошел только в простом банальном режиме. И сделаю. Плюс оно все сохранено у меня в компьютере. То есть если мне надо, там будет допустим, довезда. Довезда. Менять что-то, не хочу так. Оно же разбирается все. У меня там сословиеся поднимут. А когда я уже поднимал, то, когда я уже поднимал, то, естественно, в конце концове 70. Да. Ну все. То есть от таких моделей. Есть ничего. Сколько времени Вы работали над книгой? Над книгой? Ну где-то, собственно, собрать эту книжку, да? Где-то у меня ушло, наверное. Грубо скажем так. Месяца два из-за чего. Из-за того, что я постоянно у меня не сидел. Я работал. Ходил на работу. Показался работой. Занимался массой сопутствующих мероприятий. Какие-то дела. Я был в одно время в заведующем амбулатории. Такое сельское. Потом я заработал врачи. То есть у меня времени не очень много было. Потом практически целый год у нас... Ну я тебе просто объясняю, почему два месяца. Может быть, это больше? Это очень близко. Это очень близко. Это очень близко. Да. Потом Мурочка у нас младшая, которая в Москве живет, да? Она практически у нас чуть ли не с рождения с нами живет. Мама в периодически приезжает. Да. Вот. Большую часть времени она умершая. Ну, вернее, жила. И ты будешь... Тебя тоже уезжать. То есть я тоже на нее после дня от шести до девяти. Если я со службы уходил, да? Мне время чисто на ночь. Ничего другого не было. Споначально. Да, да, да. Ну там... А в семь часов мне уже на работу. Понимаешь? В семь минут и все. И лучше включить до часу ночи. Немножко же поспать. Но всё время не будем… И то, как это происходит. На службы тоже иногда без праздника, без утреных. Ни субботка, ни субботка, ни субботка, ни субботка. То не заживаю. То не сдала поехали, то была конференция какие-то готова. То принимает какую-то очередную комиссию. То самому ездит. где-то, грубо, месяца два прошло. Не ушло, может быть, и больше, но, как говорится, навык уже был. Поэтому так относительно. Плюс, я же говорю, все оно шаблонное. Оно шаблонное. На первый взгляд, кажется, что-то сложное. А так шаблон они разработали, и все. В него все вставляют. Там все размечено, все заранее поставлено, куда чего тыкать, вставлять картинку или клец. Ты только ее вставляешь и готовишь шаблон. Отошел к ней. И все, кидал, 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 кидал. Поэтому так это не все. А сам материал, конечно, долгое время. Там понятно. Там очень долгое. Потом, я когда пытался найти тот же формат какой-то. Тоже время ушло, где-то год-два. Я каких-то вариантов не перекрыл. И форматы тоже. И А-3, и А-5. Ну, сегодня как-то никто получал. Точки на свадьбе в 18-м году сделали. Форматы А-3. И в единственном центре. Ну, когда это все было видно, посмотрели, ну, не то охот не смотрится. Ну, это у нас трансформация. Еще? Что кому-нибудь присутствует. Ну, давай. А в стандартном пакете... Ну, разумеется. Не забрава шеклама. В стандартном пакете Microsoft Office есть программа Microsoft Publish. Я знаю. Ну, это те люди, которые больше занимаются этим делом. А я особо ничего не занимаюсь, да? Да. Просто она примет, только она не забилует лишними вещами для изучения, там, работы с открытками. А там даже... Там даже в стандартном пакете есть есть геологический ДР, да? Да. Вот здесь эти варианты. Ну, да. Вот. То есть, программа заточена в чистую, подорожную тесто, немножко картина, и прям, я не буду, и до этого это раздумывается. Наша программа... Согласен. Я по этому пути, Журе Денис Кондонов мне это объяснял. Там тоже где-то в этой же ОКС. Видите, что ли, с этого? Ну, здесь получился, как бы... Ну, как бы... Сказал, да? Ну... Эксклюзий. То есть, я делал не такие там, смотарки шаговые, да? Да, да. Так как... Ну, у меня больше просторов нет. Все равно. Все равно... Все равно больше было просторов. Все равно больше было просторов. Я хотел было так, я хотел здесь. Я пробовал многие варианты. Вид писательский. Ну, этот... Ну, этот... Что-то, может, нитка не читал, но... Николич. Вот. Поэтому в ранние диплы и основные диплы тоже могут. Хотя они есть, я говорю. Они есть, да. Просто... Просто каждый диплит своими диплами. Это... Это вот мой. Спасибо. А можно еще повышать? Ну, типа, как военничество переселиться с правами. Нет, это сейчас не те, что говорят. Я не те, что говорят. Смолча. Да. Вот сейчас полный... Галмойтские земли. Галмойтские земли заселяют. Понимаете? Ну, здесь как бы... Я... Я единственное хочу... Да. Можно? Давай. На паспу. Ну, как бы у канцеля. Знаете? Я на столе. Не-не, я так не понимаю. Вот. Понимаете? Вот. Просто вот эта часть, она для меня принципиально важна. Она. Она и на слайде там есть. Вот эта эминида. Просто это не просто вот эмиго, да? Вот эта эминида. Вот эта эминида, да? Такая толстая, да? Вот. Красиво напечатана. Я просто вот хотел... Это буквально три минуты вашего времени. Сколько людей помогли? Ну, я сказал тоже. Мама моя, да? Потом ее мама моя, бабушка. Как раз наша сестра. Мама моя. Которая... Благодаря ей основная масса моих родственников, я просто что-то завершила. Вот я просто хотел это прочитать. Основная масса моих родственников считала, что бабушка, моя бабушка по линии отца, ну, то есть моего папы и мама, да? Она носила совершенно другие манили. И они мне доказывали. И дядя мой ныне покойный, один и второй, да? Брат мой старший, который живет в Польяте, который мне 10-летний мой старший. Который, ну, застав в многих вообще живет. Они мне принесли всякую жизнь. А вот эта вот... Сестра ее родная, которая прожила в Польятке, она 100 лет назад. Она мне напоследок рассказывала, что фамилия тут была Артурова. И они говорили, никаких Артуров у нас не было. А потом, когда Лена Кравцова мне нашла в Ставарковском архиве, вот этого, именно моего Дмитрия Захаровича Артурова. Потом, когда моя сестра нашла в Ставарковском архиве выписку о вратосочетании, где указана девичья фамилия, моя бабушка, что она Артурова, вот и все-таки все. Вот когда только, то есть, вот этой женщиной станет, она перед смертью где-то вспомнила, ну, буквально там, может, заглазать ребенок. Я ее возьму, где-то чьей подростка, в Ставарку, в Венску, она все-таки его здоровье свою поправит. В 97-м лет я делала операцию по карте, как хочет. Я там доктором обязывались, и они не собираются, наверное, что в 97-м лет о чем-нибудь не хочется. Вот, поэтому мне хотелось это почитать. Потом мне помогли, вот, по линии Корчагина, у нас с вами прадеды, почему я занимался в том числе и Первой мировой войной. Я пытался найти сведения о моем прадеде, который прошел эту войну и там же изгиблил. И где много они не будут приняты. Потом я помогли, мои дальние-дальние русские, только не далеко, в Москве. Вот по-настоящему. Тоже Корчагин, Владимир Иванович, его сестра, занимательная цепь. А также, вот, у меня очень много было собранных у нас, и она была очень... Я не находил и не умел находить вот такие обстоятельные дела, которые мы занимались. Я не знал каких-то искать, как бы и образы устроить. Поэтому, вот, в этой книге, в конце указано, что я особо не знал, если не с ним потом. Хотел бы умереться с замечательными людьми, с этими, которые помогли мне с активными делами. Но, воверили, ими, ими, ими. Побнять мне, пожалуйста, не слышно. Елена Кравцова, Дмитрий Сафонов, Ксения Круга и Елена Барова. Она моя дальняя родственница. Такие люди, которые мне только помогли. И тогда мне только и пошло все. А то дальше дедушка еще долго не будет. А вот эти все рисунки, портреты мои, портреты, да? Лена Алькова сделала. Она далеко живет в Новосибирске. И, плюс, делали мне еще экспертизу фотографий старых. У нас чудом сохранился портрет моего прадеда в военной форме. Тут служил, служил. Дев там служил, буквально. А два товарища, которые занимаются экспертизой фотографий старых, довоенными, традиционными. У нас есть такие люди, которые могут делать экспертизу. Вот тут не нашел. Это люди видят номер. Один тут живет, а другой — тригал. И они по этой фотографии определили, они не смогли определить только номер тригал. Почему? Потому что, ну, слишком разбитые гляхи там, не видать. А так они определили с точностью до того, что он служил 2,2 и активистская бригада. И был первый, и был вот так. А первая и вторая они могли. Плюс у него две медали юбилейные, которые характерны именно для награждений и дворец. То есть памятные медали в честь столетия Отечественного войны, в 1812 году, а метро в субъеке Донарова. Мире двореца, войскам, которые служили где-то там, такие медали не было. То есть вот просто хотелось это сказать здесь публично. Там бы я это выставил? Яша, Яша, Яша. Я хотел бы что сказать. Тема у нас сегодня была посвящена именно издание книги, поэтому конечно каждый из нас смог очень много рассказать. И это всех приглашаем ради Бога рассказывать. Вот Николай в данном случае пытался определиться опытом именно издания книги, потому что говорит, что мы все в итоге приходим вот в такую какую-то сессию. Я знаю, что среди нас есть несколько людей, которые одно-три вещи делали. У всех опыт свой. Я тоже пишу и издаю такие книги. У меня опыт немножко другой, потому что книги немножко другие. Это совсем дешево на самом деле. Это совсем дешево на самом деле. Дорого это дешево. Это 3 тысячи рублей, поэтому это дешево. Всего 4 тысячи рублей. Да, 4 тысячи рублей. Чтобы ты дешево. Что касается опыта издания, я так понимаю, что он у всех разный, поэтому может было бы, конечно, хорошо, чтобы кто-то взялся и кто-то как-то сгруппировал, обработал и изложил именно применительно к нашему. Потому что издание книг, оно тоже зависит именно от нужды. Одно дело издавать фотографские издания много-тиражные, другое дело издавать издания мало-тиражные или единичные экземпляры. Ну и даже сама книжка. Вот я посмотрел эту книжку, она прекрасно сделана с точки зрения этого Николая. Он это любит, он имеет с точки зрения фотошопа. Здесь куча виднееток, рамок, заставок. И там, наверное, 90% книги это именно работа именно фотошопа. Потому он и делает из фотошопа. Действительно, для такого хорвата книги это правильно, наверное, выглядит. Для книги, которая все-таки заменует большей частью текстов, а не картинками, конечно... Да, работать фотошоп непродуктивно. По-своему вопросу. Да, потому что есть смысл делать тогда, если не пользуются программы, им дизайн, который профессионально ими пользуются. Их действительно освоить... Ну, с одной стороны, они интуитивно понятны, с другой стороны, конечно, их надо с вами. Поэтому... Другой опыт этой работы все-таки из ввода. То есть, да, фотографии, картинки подготавливаются в фотошопе, но потом сама книга верстается изначально в ворди. И потом она переводится в PDF, и те агреги, которые PDF за собой влечет, так и бывает. И, конечно, она потом еще компенсирует. Но для издания книг, именно текстовской большой, такой... Ну, на мой взгляд, он более дурик. Но это, опять же, только опыт мой, для него есть. И у нас присутствует Ирина Борисовна, Пантасарова. У него опыт огромный при издании книг. И другие, правда, книги... Валерия, я не хотела вообще, ну, говоря, проводить. Потому что вот все это слушать... Да, как с точки зрения профессионала, наверное, все неправильно. Согласен. Согласен. С точки зрения человека, который называется профессионалом... Просто понимаете, мне кажется, что, во-первых, мы сейчас никому не надо, мы никому из тех, кто издают свои книги, и совершенно не нужно знать. Удивитесь своим опытом. Удивитесь своим опытом. Нет, я своим опытом не могу удивиться, потому что... Частично. Я просто хочу сказать... Знаете, ребят, в общем, если вы хотите сделать это хорошо, отдайте, не делайте сами. Я послушала, как вы делаете, но я просто просто честно могу сказать. Так нельзя. Вот я когда работала, если мне приносили в Гварде, я брала в 2 раза в 2 дороги, а в Гвард 3. Потому что это не... Вы приносите в ПДФ, все-таки в Гвардрину приносит. А когда вы приносите в ПДФ из, извиняюсь, в Ташопа, я думаю, что печатник, он перед собой антиклопедию скором материнской слою сдержит, я вам клянусь. Потому что, просто понимаете, это не надо вам знать, это, собственно, не надо забывать свое поводу лишнему основанию. Вы просто сделайте текст, сделайте нормально, как сдают, и все вы сделаете, чем нужно так учиться. Вопрос бюджета стоял. Вопрос бюджета стоял. Вопрос бюджета... Дело в том, что вы на печать, отдадите... Вы за печать двери отдадите гораздо больше, чем вы отдадите в старших типографии. В типографии. Ну, в уровне, чем только старших, в типографии. Вот видите, здесь мы даем вам сборный текстур. Да, но он вам хотя бы по базовой линии выровняется. А вы же... По базовой линии хорошо, но все остальные сколько в итоге работают в одессе? Ну, слушайте, я не знаю... У меня не знаю, что... Ну, правда, дизайнер будет... Потому что это центрально мало. Семь. Я понимаю. Только дизайнер, без разницы, семь делает, у вас из зеленых. У него цена одна. Это не плохое, но что-то не болезает. Либо... 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 Да, так вот, если болезает... И цена была в два раза больше. Вы считаете, что это за дизайнер? Ну, я считаю из-за того, что я все сам покупаю. Да. И дай вот таким отлично. И где это в этих частях? Ну, в штабах, например, фотографии. Ну, извините, пожалуйста. Нет, я просто уже говорю, что... У нас конкуренция больше, цена больше. Без совета. Ну, сколько, да. Ну, умеет. Что-то умеет. Десять тысяч за инстаграм. А сколько там, по-моему, страниц? Ну, по-моему, пятьсот. Да, все, два, по-моему, страниц. Пятьсот. Пятьсот? Ну, не знаю. Пусть пять с вас возьмут. Я занимаюсь. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. То есть, когда можно... 5-10? Нам хватить за такую... Ну, для вас может дешево, для меня так. А, так же, реальничная цена, на самом деле, когда десятки тысяч... Можно посмотреть? А так она мне в три тысячи обошла. Я поняла, сеть, это вы получаете? И нам, да не страшно. А если вы получаете... Десятки тысячи. Десятки. 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 А, с вас так много... Конечно. Конечно. Да, понятно, что... Понятно. Конечно. Я хочу увидеть. Конечно. Ну, просто, на самом деле, когда ко мне обращаются люди... Мы к вам не обращаться лучше. Обращайтесь, пожалуйста. Ну, я не знаю, что вот так это... Нет. Вы обращайтесь, пожалуйста. Потому что я так понимаю, что я вам хотя бы не советую как лучше сделать. А то просто... Я представляю себе, что это было. Потом мы даже... Ну, я просто по этим вырокам хотела сказать. Я боялась. Нет. Я боялась. Потому что я понимаю, что люди хотят сэкономить на каждой копейке. Но с другой стороны... Ну, вы так говорите правильно. Вы все равно будете платить еще? Или сами лечите. Или сами лечите. Или сами лечите. Или сами лечите. Да, классно. Но вы же сами не пробуете лечить зубы. Ну, так, на секунду. Лечили в принципе. Да. Но сами не пробуете. Не изучаете другие генды. Не изучаете там или чего. Ну, просто попробуйте сами. Немножко. Я говорю, что на самом деле, это каждый выбирает сам. Нравится ли мне? Человеку сидит. Нашу людей. Скорее. Пожалуйста. Не смешал. Просто вопрос в том, что это, ну, как бы... Ну, не знаю. В общем, конечно, я больше думала, что я так взяла. Я просто не могу это понять. И не могу приветствовать соответственно. И не могу сказать, да, так делайте. Потому что, знаете, даже если уж честно, то выбор Фабарта для себя, сделать ее вообще краской, пандажей, это отлично. И вот эта книжка, в общем, вспомните, что если вы хотите сделать одну книжку для себя, сделать ее вообще краской, пандажей, это отлично. И вот эта книжка очень эксклюзивна. И будет очень здорово. Правда я говорю. Если вы хотите сделать там книжку «Разбитие родственников», я последнюю книжку делала по своим родственникам по авторитетам. У меня в книжке тоже получилось 70 экземпляров. И они... У меня не осталось. То есть, я свой, я... Ну, что не привязываю? Нет. Это просто вот 70 человек, родственник. То есть, вот я 70, я уже не буду делать это. Почему я? Конечно. Нет. Конечно. Нет. Ну, мне, конечно, такая классная история, совсем не понравилась. Хочется только наружу. Вот здесь как раз в этом речи стоит, что здесь есть люди, которые разные форматы, разные тиражи делают. Ну, собственно, за счет даже какого-то изменения формата, и какого-то шуфтового оформления, каких-то там, может быть, приемных версток, он вам уже может сохранить, зная формат бумаги, на котором будет печать. Ну, допустим, вот ко мне люди, в принципе, у вас, да? Люди ко мне обращаются, говорят, что-то хотя бы примерно вот так вот. Ну, я уже просто вот-то свяжу с технориком и смотрю, какая у меня бумага, сколько у меня там полос в какой раскладке есть. Говорю, сделайте чуть-чуть поменьше, тогда у вас будет в принципе, а там дешевле. То есть это решается не за счет ваших, когда вы не можете посчитать все это. Это надо слишком много знать, чтобы сломать посчитать, понимаете? Поэтому это лучше вот. Вам даже вот цену можно снизить так. А то сейчас филансеров, ну, их полно, кто этим занимается. Занимаете и филансерами берут столько денег. Я понимаю, вас же берет из-за борщицы, из-за столов, да. Я вам скажу так, что на самом деле, ну, здесь многие люди опыт имеют. Он имеет опыт, я имею. И поэтому не все так оптимистично, как вы говорите, на самом деле. Потому что мы люди, столкнувшись с этой практикой, понимаете? Конечно, не везде. Да. Поэтому на счет сэкономить, вам сэкономит там 30%, может быть, вы сэкономите, да? Реально, когда ты приходишь в государство, там не стоит задача сэкономить тебе деньги. Нет. Ну, не знаю, филансер, с которым я общаюсь. Не может быть. А потом думаешь, что если задачи, еще задачи разные. Скажем, у нас есть такой товарищ, так он книги делает на бумаге ручного лифля и сэкономим клеем. Да. Да. Это хорошо. Это одно. Я тоже мало. Я когда делал свои книги, я тоже не знал никаких нюансов. Так там, наверное, тоже не все знают, потому что на этом не знают, как это здесь общался с ним. Так что, оказывается, и бумагу надо брать, иногда больших форматов, естественно. Ее тоже можно сэкономить на бумаге. Да, на разных форматах бывает. Разных форматах, а там еще литье разное. Да. Можно поперек листа делать, сэкономить на количество листов. Вот видите, вы это знаете, я тоже это знаю. Большинство этого не знает. Ну правильно, а зачем это большинство не знает? Так вам об этом никто и не скажет. Если вы приходите и пишите, сделай мне как можно дешевле, и никто тебе этих нюансов объяснять не будет. Что у тебя книга будет вот так, как она вся, но ты должен заплатить дорогу. Дешевле? Да тебе дешевле. И все равно это будет не дешевле. Это будет десятки тысяч, будет все портабиле. Нет, ну дешевле. У нас это действительно дешевле, я согласна. То есть вот сказать, что за две копейки, конечно, не помню. Но просто вы поймете правильно, что фирмы разные, люди разные везде. Ну надо встать как-то. А что же мы сразу выходим в свои типографии, в свои технологии? Так, Ирина Борисовна, в общем, мы вас нашли. Мы записываем. Мы записываем. Да, и записываем. Так что, очень хорошо. Записывайтесь. Записывайтесь. Надеюсь, что у вас уже не осталось? Нет. На самом деле, серьезно вы... Я тоже серьезно. Я серьезно. Я серьезно. Бесплатно скажу. У вас время удел. Обратное слово. Нет, давайте. Только побыстрее. У нас сегодня уже не осталось. Да. Давайте послушаем еще раз человека. И переходит к другой части. Я хотела сказать спасибо за сегодняшнюю лекцию, за то, что, я думаю, многих присутствующих вы, ну, по крайней мере, меня точно так так называют, и о том, что есть разные эффекты, конечно, но то, как вы оформили плод своих трудов, расту на все число уважения. Спасибо. Продолжение следует.